Если сравнивать стримы с коллекциями, то коллекции предполагают хранение всего набора элементов и, соответственно, конечны, а стрим потенциально может быть бесконечным. Коллекции часто предоставляют индивидуальный доступ к своим элементам, например, по индексу или по ключу, а стрим такого не позволяет. Коллекции можно менять, добавлять или удалять элементы, в том числе через итератор, а применение трансформации к стриму никак не влияет на тот источник, из которого элементы берутся. Чтобы говорить более предметно, давайте рассмотрим небольшой пример. Вообще, дальнейший мой рассказ про стримы будет похож на экскурсию. Посмотрите сюда, посмотрите туда, обратите внимание на такую-то достопримечательность. На полный справочник по стримам этот рассказ, конечно, не претендует, но я постарался привести самые простые, но в то же время показательные примеры их использования. Метод iterate в классе intStream принимает число. Это первый элемент последовательности и вторым аргументом функцию, которая вычисляет следующий элемент последовательности по предыдущему. Возвращается стрим, тот самый intStream. Он представляет собой бесконечную последовательность целых чисел, начиная с единицы. Но вычисляться она еще не начала, потому что стримы ленивы и ничего не делают, пока их не припрут к стенке. Дальше каждый следующий метод в цепочке добавляет какое-то преобразование и возвращает преобразованный стрим. Здесь мы фильтруем стрим, оставляем только числа, которые делятся на 5 и не делятся на 2. Затем из бесконечной последовательности берем только первые 10 элементов. И возводим каждый из них в квадрат. И, наконец, суммируем все элементы и получаем число результатов. Последняя операция, суммирование, является спусковым крючком для того, чтобы стрим начал выполнять все те действия, которые мы ему передали на предыдущих шагах. Здесь стриму приходится перебороть свою лень и таки вычислить результат. И заметьте, информация о том, что нам нужны только первые 10 элементов, дошла до источника данных, то есть до генератора последовательности целых чисел. И он будет работать не бесконечно, а только пока не наберет нужное количество удовлетворяющих предикату элементов. Использование стрима всегда состоит из трех частей. Первая часть — это получение стрима, откуда будут браться элементы последовательности. Есть много разных способов получить стрим. Вторая часть — это ноль или более промежуточных операций преобразования. Стрим их просто запоминает, но пока не выполняет. И третья часть — это единственная терминальная операция, запускающая весь процесс вычисления, и которая, собственно, должна стать его полезным результатом. И есть еще опциональный заключительный шаг — это закрытие стрима, вызов его метода close. Однако, вызов этого метода по окончании работы со стримом обязателен только в том случае, когда стрим выделял какие-то системные ресурсы. В данном примере, очевидно, никакие ресурсы не выделялись. А вот если стрим связан с содержимым файла или директорией на диске, то закрыть его надо, чтобы избежать утечек ресурсов. Благодаря тому, что стрим реализует интерфейс AutoClosable, его можно использовать в блоке Trice ресурсами. Продолжение следует...